МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как не загреметь теперь за решетку? Народные депутаты начали ломать голову, как объяснить наличие миллионов выставленных на показ. И сами на опережение стали писать заявление в правоохранительные органы. Просят проверить имущество. И заботит ли депутатов что-то еще помимо денег? Ольга Рыцарь расскажет. Заседание парламента депутаты начинают с обсуждения зарплат. Только на этот раз не своих, а минимальных. Решение Кабмина поднять минималку вдвое без сопутствующих законопроектов повергло депутатов в панику. Просто увеличение минимальной заработной платы в два раза в отрыве от того комплекса законопроектов, реанимирующих, которое предложил оппозиционный блок, может иметь очень серьезные негативные последствия. И такие, как гиперинфляция, и такие, как дальнейшее обнищание пенсионеров. А вот нардепам с их декларациями гиперинфляция точно не страшна. В Раде даже зарегистрировали законопроект, который и вовсе может лишить парламентария зарплат. Прогулял хотя бы раз заседание, минус полоклада. В среднем на заседание Верховной Рады приходит реально не больше двух третин сессийного зала. То есть примерно 300 депутатов. Глава парламенту мусится в голосе Украины каждого месяца декларировать тех, кто не отримал совсем заработной платы. Правда, этот документ депутаты всерьез не воспринимают. Впрочем, как и любые другие законы, уже третий день подряд обсуждают декларации. Наступил момент, когда мают ответить. Мы написали очень вымогливое законодательство. Если ты что-то приховываешь, это криминальная ответственность. Если ты имеешь, но не можешь объяснить, это криминальная ответственность вместе с спецконфискацией. Первым в очередь к антикоррупционерам Вячеслав Константиновский. Хочет сам объяснить, зачем продал Роллс-Ройс, когда налички у него 14 миллионов долларов. Я хочу там первый пойти, там сам, не ждать. Вот, написал заяву. Вот здесь на Соболево и на Сытника у меня здесь две заявы. Я сегодня иду на антикоррупционный комитет с просьбой, чтобы они меня приняли. Я возьму своих юристов. Мы принесем документы и все покажем. Невыездной из-за кредитов Иван Винник оправдывается, почему не оказал в декларации четыре судна. В банке, где он брал кредит, уверены, должник их вскрывает. Мова идет неприсудна, про водный мотоцикл, который я продал в 2008 году. Просто новый властник не изменил данные в реестре. Я просто объясню на ЗК смест этих публичных заяв, дам копии правоустановленных документов. А вот глава фракции «Народный фронт» из-за наличия у его жены двух десятков машин оправдываться не собирается. Было задекларовано 22 транспортных засоби, из которых есть вантаживки и напивпричипы, и причипы, которые належат моей дружине. Меня запросили на один из эфиров, чтобы я приехал на причепе. Я говорю, когда причип буду ехать сам, то я приеду на этот эфир. В антикоррупционном комитете парламента обещает всех выслушать на следующей неделе, хотя полномочий у них никаких. Я уверен, что сегодня нет механизма переверки декларации. Он появится только в следующем году, потому что будет уже сравнение. Есть много ухищрений, как люди будут уходить. Я сейчас нашел, выиграл в казино. Одолжил мне вот человек, который сейчас находится в Америке, в Германии, где угодно. Впереди у депутатов еще несколько дней, чтобы своей декларации отшлифовать и внести правки. Именно их документы в антикоррупционном агентстве по предотвращению коррупции обещают проверить первыми. Ольга Рыцарь, Ирина Романова, Владимир Самченко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. А вот законным ли путем нажили чиновники свои миллионы, десятки квартир и прочее несметное богатство в ручном режиме проверит нациоагентство по предотвращению коррупции. Дело не одного дня, говорит его глава Наталья Корчак, на проверку уйдут месяцы. Цитирую, это вам не американские фильмы, где на кнопку нажал и вся информация перед вами. Но пока работает в украинских реалиях, система пока не имеет автоматической привязки к базам данных. К тому же остается непонятным и сам механизм, как именно будут чиновников выводить на чистую воду. В нациоагентстве не смогли дать на этот вопрос вразумительного ответа. Мол, на сайте есть алгоритм действий, там все написано, но в документе о механизме проверки тоже ни слова. Пока что нет прямой привязки к баз данных и не существует, не функционирует в режиме реального времени. Это как раз и есть те аспекты, которые будут доопрацовывать. И для этого мы будем проводить соответствующие консультации с фаховцами в сфере IT-технологии. Наявность или отсутность порядка не позволяет нас обовязки распочатить выполнение требований закону про запобегание коррупции. Я вам поясню, и голова вам пояснила, что сегодня вы увидите на веб-сайте алгоритм порядка проверки декларации. Несметные богатства друг друга обсуждали сегодня и министры. Кто возглавил кабминовский рейтинг богачей, а кто плетется в хвосте и кому премьер Гроссман обещал небо в клеточку. В заседание вернулась Анна Каменева. Электронная декларация одна из топ-тем в Кабмине. Кто самый богатый и самый бедный министр? Если подсчитать все сбережения, и в наличке, и в банках больше всего накопила денег и у министра здравоохранения Уляна Супрун. На ее счетах, если перевести в гривни, около 113 миллионов. А вот меньше всего удалось собрать главе Минсоцполитики. У Андрея Ревы чуть больше 140 тысяч. У некоторых уже появились идеи, как усовершенствовать систему. Давайте теперь введем, где декларацию, где взял. И вот она будет набагато цікавейше. Когда я подавился декларации там других, так, людей, которые приходили к мне позичитать деньги, а я подавился, они богаче, чем я. Пока одни смотрят, кто богаче, другие ждут повышения минимальных зарплат. С января они должны вырасти вдвое, до 3200. В правительстве успокаивают. Деньги на это есть. Их получат за счет налогов и детенизации экономики. Нам не нужно ни друковать деньги, нам не нужно брать козики. Мы планируем эти деньги отримать зарахунок, будем называть речи своими именами, детенизацией. От зарплат к коррупции. Одно из самых больших госпредприятий Укрзалезница с апреля находится в техническом дефолте. Руководитель компании Войсых Болчун с удивлением рассказывает об украинских реалиях. На железной дороге наживались многие. Подписывались соглашения о поставках топлива со штрафными санкциями 1% в день. То есть 365% годовых. Я никогда с таким не сталкивался. Мы обнаружили поставщиков запчастей, которые насчитывали себе около 1000% наценки. Я готов изнищивать любую мафию, которая может приближаться к Укрзалезнице. Но это типовая проблема, шановные коллеги, для больших государственных предприятий, на которых паразитуют. Категоричен был Гройзман и по отношению к тем, кто занимается незаконной вырубкой леса. В кабине сегодня презентовали интерактивную карту в режиме онлайн. Видно, на каких участках лес пропал. Используют данные спутника. Первой под проверку попала Закарпатская область. Выявили 530 незаконных вырубок с загальной площадью 774 гектара. Все это уже в онлайн-режиме и будет по каждой области. Больше 700 левых вырубок. Уявляете, сколько это денег? Мы ее остановим только тогда, когда реально люди, кто это совершил, потребуют заграться. Карта постоянно будет обновляться, но уже через 3 месяца премьер потребует отчета, где и какое лесничество погорело на вырубке леса. Анна Каменева, Вадим Сверидонов, подробности, телеканал Интер. Верховная Радия рекомендует признать проект закона о спецконфискации коррупционным. Такое решение сегодня поддержало большинство членов профильного комитета. В процессе обсуждения нардепы отметили, еще в 2014 году европейские эксперты не рекомендовали вводить механизм спецконфискации, поскольку судебная система в Украине до конца не реформирована. Люди впервые хотят идти на правильный шлях. Это может привести к негативным последствиям. Давайте делать это правильно. Там не написано «кошты Януковича». Это изменения до цивильного кодекса. Он рассматривается на великое коло оси. Все равно я могу его использовать просто-напросто как инструмент рейдерства. С членами антикоррупционного комитета согласны и эксперты. Они считают, что принятие закона откроет ящик Пандоры, когда имущество любого гражданина Украины можно будет забрать. Кто получит и кто утратит политические бонусы, если документ подпишут. Вот мнение экспертов. Сегодня Народный фронт нам предлагает не спецконфискацию и не конфискацию. Нам предлагает цивильную так называемую спецконфискацию. Такая спецконфискация предбачает позасудовое решение. То есть, человек может быть еще не виноватой. Она не признана виноватой, но вместе с тем майно и ресурсы могут быть выбраны. Кроме того, очень широкое коло людей установляется потенциально, которое может попасть под эту процедуру. Политическая выгода это, прежде всего, партия войны. Для нее нагнетание противостояния, конфронтации это питательная среда в условиях, которые она может политически существовать. С экономической точки зрения, ну, как грабило время пожара. В такой ситуации Пашинский является одним из лоббистов этого закона. Ну, по-моему, вот этот скандальный шлейф, тянущийся за этим депутатом, он может в несколько раз утрениться. Восстановление на работе 20 сотрудников концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения рассмотрит суд апелляционной инстанции. Так постановил сегодня высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Напомню, речь идет о сотрудниках госпредприятия, которые были уволены с нарушением закона. Они уверены, руководство РРТ в 2014-2015 годах работало в интересах России и помогало транслировать российские телеканалы на Донбасс с помощью украинских ретрансляторов. Активисты утверждают, за руководителями концерна и госслужбы спецсвязи стоит Владимир Севкович, тот самый, которого подозревают в причастности к разгону студенческого Майдана и который сейчас скрывается в России. А также его кум нардеп от Народного фронта Николай Княжицкий. Те руководители призначены Яценюком, они фактически сприяли терроризму, сприяли захопленную территорию, нас позволяли. Вже больше двух лет тягнется эта справа, вона розглядывалась в этом суде, но сведомо затягивается. Это все люди команды Яценюка. Призначались на эти посады с единственной коррупционной метою отжать у государства невероятные площади земли, которыми до этого времени владеет соответствую государственную предприятию. И вторая важная складка это контроль над информационным простором на территории так званой ДНР и ЛНР. Тут можно смело говорить про роль Княжицкого как спеучастника злочину разом с Яценюком и Петренком. Его кума Сивковича. Нефтяная Сага-2 уже в прокате. Обыски объектов компании БРСМ нефть продолжаются. Что ищет Генпрокуратура и как прокомментировали действия правоохранителей представителей сети выясняли наши корреспонденты. 41 заправка, 4 офисных помещения и 3 нефтебазы. Ровно столько объектов компании БРСМ Нафта уже арестовали. Вчера на своей странице в Фейсбуке об этом писал генпрокурор. По словам Юрия Луценко обыски проводили по делу о неуплате миллиарда гривен налогов. В подальшому мы плануем передать это манно на соответствую обеспечения Минэнерго. И сами обыски и возможную передачу имущества государству представители сети называют незаконной. Говорят, о каком миллиарде идет речь, не понимают. Той миллиард, про который говорит пан Луценко в своем посте, то в межах криминального проведения, в межах которого произошли вчера все события, даже не было податковой проверки. Не было вынесено никакого выяснения податковой в виде податковых поведомлений в межах этого криминального проведения. То есть, где эта цифра? Напомню, скандалы вокруг БРСМ нафта начались больше года назад. 10 июня на складах под Васильковым возник крупнейший пожар. Погибли шесть человек. Силовики тогда сообщили, хранилище построили без разрешительных документов, а изготавливали там контрафактные нефтепродукты. О фальсификате идет речь и в эксклюзивных материалах дела, которое предоставил экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Там говорится, что продавая такую продукцию, руководство компании недоплатило в госказну 200 миллионов гривен. И это по меньшей мере. Наливайченко действия генпрокурора одобряет и утверждает, процветать эта фирма не могла без серьезной поддержки. Небезпека в том, что крышевание злочинное нафтопереробного бизнеса, нафтопереробных предприятий по всей краине. Это и колишний заступник генерального прокурора, и колишний министр уряду, и украинского, кроме того, в документах указано, кто в итоге стоит за компанией БРСМ нафта. Через целый ряд офшорных структур цепочка ведет к бывшему главе Минэнерго. Беглый Эдуард Ставицкий и является одним из конечных бенефициаров компании. Напомню, он входил в семью Януковича, кресло министра получил в 2012 году, а после Майдана бежал из Украины и в мае его задержали в Израиле. При обыске изъяли 400 тысяч долларов, 200 тысяч евро и его драгоценности. Что касается дела о пожаре на нефтебазе, сейчас Наливайченко настаивает возобновить производство по статье Экоцид. Семьи погибших при пожаре спасателей до сих пор не признали потерпевшими. И всем им мае бути відшкодовано из этих офшорів я демонстрию сегодня в эфире вашего телеканала из офшорів Белиз и інши африканские юрисдикции, які є офшорными, теми злочинцами, які крешували у владе цей злочинний бізнес з цих офшорів має бути повернуті гроші і відшкодовані людям. Что нашли при обысках і какова судьба арестованого імущества сегодня узнать не удалось. Ми відправили запроси в Генпрокуратуру і фискальну службу. Ждем ответ. Також, як ждем і від представителей БРСМ нафтофамілий, тех, хто, по їх мнению, пытается захватити частний бізнес. Оксана Григорьева, Леонита Борин, подробності, телеканал «Интер». Не навели поки міністр і порядок в углодобуваючій отраслі. Ситуація з невыплатами зарплат на госшахтах становиться критичай. Горняки угрожають правительству валом протестів і забастовок. Тому продовжують мої колеги. Перед шахтерами критичні долги по зарплаті. І, як утверждають в Горняцьком профсоюзі, ситуація ухудшилась за последні два роки. Вугільна галузь не фінансувалася як з бюджету. І були зав'язані нові корупційні схеми на вугільних підприємствах. І був запущений маховик розвалу в вугільних галузях. Зараз це зупинити не вдається. Тому постійні страйки. Найболі острая ситуація на шахте Горське в Луганській області. До Попасной, де продовжуються бої, совсем недалеко. В минувшем місяці сюди приїжджала група депутатів із АП-блока. Це, звісно, преступление. Ми це не будемо... Ми направили заявлення по всі прохоронні органів, в частності, по ситуацію на Перомайській улі, де ночі тайно ввозився уголь зі складів шахты, замінявся на шлам, людям два місяця не платили зарплату, і, наконец-то, ця шахта забастувала, а она знаходиться в трьох кілометрах від линии розграничення. І поселок держиться на неї, там дуже багато біженців. Це ми розцінюємо як не тільки економічне, а й політичне преступлення. Производство здесь остановлено 17 октября. Уголь дають тільки для катерин і детських садів. Среди шахтёров в случае голодних обмороків директора головної компції холдинга «Первомайськ уголь» перестали пускать на предприятие. Вчера провели очередные переговори з главою Минэнерго. Хотіли объявити голодовку, але не допомогла б голодовка, вже частина лідера в нашій шахті. Хотіли себе просто зжигати здесь в Києві возі Минтопа. Ну не знаю, я зараз вернусь к колективу, я передам вот эти все вопросы, як вони решаються, і тільки колектив прийметь решення, як ми будемо далі йти, яким путем. На цих кадрах протесты горняков шахты Нововолынская. Они перекрывають Ковельську трассу міжнародного значення недалеко від границі з Польщою. Несмотря на обіцяні властей, трьохмісячні долги по зарплаті так і не вернули. Тепер шахтюри планирують перекрывати железну дорогу. А як зараз людям жити, якщо за Бургомі тягнеться 2-3 місяці? Як людям? Люди голодні, холодні. І всі мій треба кормити. І ми хочемо провести таку акцію. В місту Ковелі дуже великий железнодорожний потужний є вузел. Кожна людина розпишеться, що вона готова жертвити собою, прийти на акцію протесту на той железнодорожний вузел і легти на железну дорогу. В сосідній Львовській області профсоюз Львовської угольной компанії уже офіційно уведомив власті, що начиная з 10 ноября забастовку, якщо зарплату не выплатят. Тут сотрудникам должны от 2 до 4 зарплат. В разі невыконання наших вимог ми будемо даватися до більш радикальних дій. Наприклад, це перекривання двері, блокування адміністрації. Це прийде в стихійні такі акції протесту. Лідери профсоюзів вчера від глави Міненерго услышали очередні обіця все наладити в течіні місяця-двух. Однак доверія вже мало. Вопрос тільки остається відкритим. І було сказано, що якщо не буде слово здержанне, то все равно люди готові добиватися своїх законних інтересів, відставити свої законні інтереси. Це і митинги, і забастовки, і акції протесту. Шахтерам представили грядущу программу реформ в отрасли, а там більше 30 госшахт. Однак в профсоюзах опасаються, що в ході реформы будуть сокращені 10 тисяч работників, особливо в Луганській і Донецькій областях. Андрій Кровець, Юрий Красовський, подробності телеканал Інтер. В Харкові продолжають судити участників пророссийських митингов 2014 року. Антимайдановців, среди которых Егор Логвинов і Сергій Юдаєв, обвиняють в масових беспорядках і захваті областного администрації. Вчера, после попытки бегства, взяли под стражу Логвинова. Сьогодні выйти под залог рассчитывал Юдаєв. Говорит, не раз просив змінити меру пресечення і даже пытався покінчить з собою. За 2,5 роки, проведені в СИЗО, Юдаєв успіла получить российське гражданство. Але, як мінімум, до начала декабря він остається за решеткою. Я частично признаю свою вину. Я не надіюся выйти на свободу по решенню местной власні прокурора і судді. Я не надіюся. Але я верю справедливості. Взрыв в центре Харкова двор одного из засобняків бросили гранату. Кому она предназначалась? Насколько серьезно поврежден дом і єсть ли пострадавшими? Вияснила Светлана Шекера. Улица Шатиловская, самый центр Харкова. Около 4-х утра местных жителей разбудил сильний взрыв. Нам было слышно звук взрыва какой-то, но мы не поняли, что это і где-то. Ну, где-то что-то. Может, машини где-то стукнули, взорвали. Раздався очень сильный хлопок, я поняла, что это что-то необычно сильное. Я сразу испугалась, думала, может, у кого-то газовый котел взорвался. Вышла, везде посмотрела, в окна тихо, пожара нигде нет. На место приехала полиция. Как сообщили журналистам, неизвестные бросили гранату во двор вот этого особняка. Власник будівлі 54-річний мешканец міста Харкова на час выбуху перебував у будинку разом зі своєю на фото предоставленных полицейскими осколки взрывного устройства, поврежденный порог, фасад здания и пробитая дверца дорогого внедорожника. Мы попытались пообщаться с хозяевами дома. Двери нам так никто и не открыл. Вместо этого приехала госохрана. Фамилию хозяина дома в полиции не называют, но журналисты интернет-изданий со ссылкой на собственные источники уже выяснили, что напали на известного криминального авторитета Владимира Чепеля. Его имя связывают с торговлей кокаином в городе. И что интересно, пострадавший от взрыва недорожник во дворе принадлежит семье Чепеля, а вот в тех паспорт вписан один из замов начальника областного управления полиции. Пока уголовное производство расследуют по статье хулиганства. Светлана Шикер, Александр Яновский, подробности телеканал Интер Харьков. Облава после нагоняя стоило главе надполиции пригрозить ответственностью областным начальникам за разгул криминалитета, как те бросились показательно с ним бороться. Сегодня боролись в Ривне. Решили обуздать незаконный оборот оружия и победить уличную преступность. Что из этого вышло? Посмотрите в сюжете. В центре города Ривне задержание у областного диагностического центра полиция, спецназначения, исследователи. На капоте служебной машины помповые ружья с боеприпасами, в наручниках двое молодых людей. Одновременно с этим задержанием неподалеку в центре города в новом развлекательном заведении тоже много полицейских и взрывотехников. На полу у барной стойки эксперты рассматривают содержимое рюкзака. в закладе дозволя под названием Краевка перебывают молодые люди, у которых при себе вибухово-небезпечный предмет, а именно типа граната. Отсюда в городе увезли шестерых молодых людей общаться со следователями. Хозяйка заведения говорит, задержанные не ее работники. В рюкзаке посетителей нашли документы двоих парней и удостоверение участника боевых действий. По результатам сегодняшних задержаний и обысков полиция открыла уголовное производство. Ярослав Кречко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер Ривны. Более опасный улов в Киеве. В столичной подземке задержали мужчину с противотанковым гранатометом. Пассажиру 31 год, сам родом из Хмельницкой области. Собой у него было удостоверение одной из казачьих организаций и боевая граната для стрельбы. Теперь следователи выясняют, где задержанный взял тяжелое орудие и главное для чего. Это незаконное погоджение со оружием, боеприпасами или выбуховыми речевинами. Зачинение такого правопорушения предпочено до 7 лет увязнения. Сейчас он выдает свои объяснения правоохранительству. Число заложников, которых удерживают боевики в плену, увеличилось. Вчера в оккупированном Донецке арестовали брата сотрудника СБУ. Сейчас его судьба неизвестна. Эту информацию сообщил глава службы безопасности во время выездного заседания в зоне АТО. Главную тему встречи освобождения пленных Василий Грицак обсуждал с представителями религиозных конфессий. Всеукраинский совет церквей со своей стороны заявил о готовности помочь. Напомним, всего в плену у боевиков находится 110 украинцев. Из них нам відомо про місця конкретного перебування 57. В Мінску попередньо представники так званих ДНР и ЛНР визнали 47 осіб признали, що вони у них действительно перебувають. Еще 494 продолжают враховаться сниклими безвести. Мы дійшли уже до того, мы готовы давать за одного трех, аби нам только повернули наших хлопців. Соединенные Штаты Америки пока не планируют присоединяться к нормандскому формату. Об этом сегодня заявила посол США в Украине Мария Иванович. Это не значит, что США не активно уточнила дипломат. Цитирую, мы сотрудничаем с Украиной, проводим консультации с Францией и Германией, периодически встречаемся с россиянами. Такова наша поддержка нормандской ФИД-четверки. Следствие по делу еще одного украинского пленника, журналиста Романа Сущенко может затянуться на срок до двух лет. Об этом сегодня в Киеве заявил защитник задержанного Марк Фейгин. По словам адвоката, российские спецслужбы вели Сущенко еще с прошлого года, а его арест и обвинение в шпионаже спланированная провокация. Теперь освобождение Сущенко может быть предметом переговоров в рамках нормандского формата и работы трехсторонней контактной группы. Кого из российских граждан могут обменять на Сущенко адвокат не знает, но уверен. Если бы это зависело от украинской стороны, отдали бы кого угодно. Проблема в российской стороне. Там вообще никто не торопится, никто не мотивирован чего-то начинать сразу, форсировать переговоры по обмену или предпринимать хоть какие-то существенные действия. Их заставит это делать только международное давление. Ну и собственно активная позиция украинского руководства. Московский офис международной правозащитной организации Amnesty International отпечатали сегодня в Москве. По словам сотрудников, неизвестные люди пришли утром и вскрыли дверь. Свои действия объяснили вопросами аренды. Вся техническая документация, а также компьютеры сейчас находятся в кабинете, доступа к которому у правозащитников нет. На прикрепленном к двери листе бумаги указано, помещение находится в собственности города Москвы. Есть даже контактные телефоны, но они сегодня не отвечали весь день. Хочу подчеркнуть, что за все 20 с лишним лет аренды мы всегда аккуратно оплачивали аренду и здесь не может быть никаких сомнений, что речь не идет о выселении по причине неуплаты. Журналист из Крыма Николай Семина стал лауреатом премии Национального союза журналистов. Сейчас Семина живет в оккупированном Крыму, российскую власть не признает, а в одной из своих статей назвал Крым украинским. Теперь ему грозит 4 года тюрьмы за сепаратизм. Это журналист, украинский журналист, который долгое время работал и пытался работать в Крыму, но которого на сегодня на жаль преследует российская власть. Он избавлен возможности выехать на материков в Украину. Активизировать расследование преступлений против журналистов призывает ОБСЕ. В том числе и убийство Павла Шеремета. Об этом заявила представитель организации по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович. В своем обращении Миятович подчеркивает зачастую для расследования наказания нет политической воли и пример тому дело об убийстве Шеремета. Он погиб в центре столицы в результате взрыва автомобиля 20 июля этого года. Виновных до сих пор не нашли и это доказывает отсутствие защиты представителей СМИ в стране. Нет вообще никаких подвижек и в расследовании дела с поджогом студии новостей телеканала Интер. Ранее Миятович резко осудила нападение на редакцию подробностей и призвала украинские власти расследовать дело в кратчайшие сроки и наказать виновных. Объективного и скорейшего расследования преступлений против журналистов требуют и в парламенте. Член профильного комитета Юрий Павленко подчеркивает в последнее время ситуация со свободой слова в Украине значительно ухудшилась. Количество нападений на работников СМИ растет. Они вынуждены выполнять свои обязанности в атмосфере страха и запугивания. А люди совершившие преступления против журналистов пользуются покровительством высших эшелонов власти и не несут ответственности перед законом. Отметил оппозиционер. В Турции новые массовые аресты. На этот раз полиция выдала ордер на задержание почти 140 преподавателей вузов страны. Всех их обвиняют в связях с проповедником Гюленом, который живет в США. Напомню, Анкара считает, что неудавшийся военный переворот в июле этого года дело его рук. А координировал он свои действия через преподавателей, а также некоторых госслужащих. С лета по всей Турции арестовали около 40 тысяч человек. Еще 100 тысяч уволили среди них судьи, прокуроры, учителя, журналисты и правозащитники. Преследует резкий президент правозащитников и журналистов не только в своей стране. Громкий судебный процесс с политическим привкусом он инициировал в немецком бар в Гамбурге. В чем обвиняет Эрдоган комика, знает Татьяна Лугунова. Истец Реджеп Таип Эрдоган ответчик Ян Бемерман. Президента и сатирика в зале нет, интересы сторон представляют адвокаты. Предмет разбирательства двухминутный сатирический стих. Сегодня начинается устное слушание по иску господина Эрдогана к господину Бемерману по поводу его высказываний в стихотворной форме. Стих, о котором идет речь, был продекламирован в телепрограмме 31 марта. Стих действительно был в вульгарной маршрутке ниже пояса. Но Ян Бемерман уверяет, он сделал это специально, чтобы показать турецкому лидеру, который не воспринимает критику, разницу между юмором и непозволительными оскорблениями. Я ожидаю, что суд и прокуратура отклонят этот иск. У нас защищена свобода творчества. Творческая свобода заканчивается там, где начинаются оскорбления, парирует обвинения. Речь идет о достоинстве человека, оно неприкосновенно, и здесь не может быть никаких компромиссов. Слушания продлятся несколько месяцев. Если сатирика признают виновным, ему грозит денежный штраф, а стих запретят декламировать на территории Германии. Это не первая попытка турецкого президента засудить немецкого сатирика за оскорбительное высказывание. Власти Турции уже подавали иск в прокуратуру Майнца по статье оскорбления лидера иностранного государства. Но прокуратура закрыла расследование и отказалась передавать дело в суд. В процессе, который стартовал сегодня, Эрдоган выступает уже как частное лицо. Татьяна Лагунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Большой переполох в Одессе. Кто устроил погоню со стрельбой в центре города? Погорел на мусоре. Прокуратура назвала еще одного виновного в трагедии на Грибовицком полигоне. Восстание белых халатов, что вывело медиков Кропивницкого на запастовку. В Одессе патрульные полицейские открыли огонь. Прямо в центре города и среди бела дня. Кого преследовали копы? Удалось ли задержать беглецов и есть ли пострадавшие? Об этом наши корреспонденты. Многолюдный район Одессы улица Бунина польский спуск. Около полудня сотрудники уголовного розыска преследовали группу подозреваемых в совершении разбойного нападения. Нарушители были на Ситроэне с ивано-франковскими номерами. Уходя от погони, они открыли огонь по полицейским. Сотрудниками уголовного розыска также в их адрес был открыт огонь на поражение. После чего данные преступники попытались скрыться с места происшествия. Пострадавших нет. Но далеко грабители не уехали. На одном из перекрестков столкнулись инкассаторской машиной. В считанные минуты выскочили из автомобиля и скрылись. Не знаю, кто с него стрелял. Когда они шарахнули и убежали. Убежали моментально. Сразу задержать преступников не удалось. Сейчас их разыскивают. В брошенном Ситроене полиция нашла маски анониму с видеокамеру, польские номерные знаки и сим-карты разных мобильных операторов. В каком именно разбойном нападении подозревает беглецов, в полиции не рассказывают тайна следствия. Уточнили только, что по факту применения правоохранителями оружия будет проведено служебное расследование. Инцидент с инкассаторами произошел сегодня и в Ривне. За их машиной полицейские гонялись едва ли не по всему городу. Нарушать правила им позволяет особый статус, но водитель Volkswagen особенно отличился. Водитель инкассаторского автомобиля Volkswagen Crafter перебивает в состоянии алкогольного спьянения. Водитель ехал с порушением ПДР, неодноразово перетинав сусильные линии, выезжая на смугу зусечного руха. Отогнали автомобиль, но инкассаторы закрылись и отказались выходить. Уговоры продолжались около двух часов. Водитель с трудом мог разговаривать. В результате патрульным удалось убедить его пройти алкотест. Напарника отправили на свидетельствование в город дел. Он тоже оказался нетрезвым. Анастасия Старовой, Тандрей Анастасов, Инна Белецкая, Игорь Механошин. Подробности телеканал Интер. Скандальный тендер по углублению дна в Одесском Порту Южный до сих пор не отменен. Несмотря на заявление премьера об аннулировании предыдущих результатов конкурса. Завтра антимонопольный комитет может принять решение о законности тендера, который прошел с признаками коррупции. Об этом сегодня сообщил нардеп Сергей Лещенко. Как он рассказал, ранее компания Победитель в последний момент поменяла своих владельцев и стопроцентно бельгийская фирма стала наполовину офшорной, а ее новым директором помощник депутата от Народного фронта. В то время как другого участника предложившего более выгодные условия из конкурса исключили. Классический образец того, как не надо проводить тендер и складывается такое впечатление, что мы вернулись наверное в 2012 год. В случае подтверждения результатов тендера то следует ожидать, что государство потеряет сумму порядка полутора миллиардов как минимум. Все легко могут сделать вывод о том, насколько этот тендер был прозрачным, просто проанализировав хронологию, как менялись акционеры, директора, и как выбрасывался с тендера другой участник, который предлагал ниже цену. Я уже неоднократно ловил Народный фронт на коррупционных аферах, я буду дальше следить за этим процессом. В Одессе могут закрыть центр обслуживания граждан. Об этом сообщил одесский губернатор. Михаил Саакашвили связывает это с новым законом, согласно которому подобные организации не могут брать деньги за свои услуги. Впрочем, их перечень и раньше был ограничен. Саакашвили считает, что к этому приложил руку глава МВД. Послушайте. Министерство приказал не давать им разрешения выдавать паспорта. Паспорта лучше продавать. Вокруг меня огромное количество людей, которые берут в виде на жительство. Все они платят взятки. Мы хотели выдавать здесь права расширить услуги на машину. Конечно, все права продаются взятки. Прямо идут руководству Министерства внутри где. Что мы этого не знаем. Советник Геннадия Кернеса теперь будет руководить Черкасской областной полицией. Это Валерий Лютый. Его представление должно состояться завтра, но может быть отменено. Едва информация о новом начальнике Глабко появилась в интернете. Местные активисты заявили, что не допустят этого назначения и встретят Лютого горящими шинами. Все из-за послужного списка полицейского. Как выяснилось, долгое время Лютый занимал руководящие должности в Харьковской милиции. В 2010 ушел на пенсию, а потом стал советником Кернеса. А в прошлом году возглавил полицию Кривого Рога. И отзывы о нем весьма неоднозначные. В течение года в городе повышилась преступность, допустим, то, что мы с предыдущим начальником сотрудничали. То есть мы все наркоточки сдавали каждую неделю адреса и периодически не закрывались. При Валере Лютону это все возросло в разы. Тем более очень интересно, поскольку он не прошел перетестацию в Днепропетровске в этом году и каким-то образом человека, который не прошел перетестацию, повышают. Медики, роженицы и активисты взбунтовались в Кропивницком. Люди против закрытия одного из родильных домов. Власти преподносят это как реорганизацию и, не спросив общественного мнения, решили протолкнуть решение на сессии Гурсовета. Удалось ли, расскажет Елена Брынза. Это второй роддом имени Святой Анны в Кропивницком. Два дня назад здесь у Ольги на свет появилась дочь. Вообще хорошие, за ребенком уход мне был нужен. Специальный тоже хороший, детский, вместе встречки. О планах мэрии въедини второй роддом с первым, а на деле закрыть гудят и врачи, и роженицы. Этот роддом должен существовать отдельно от первого. Ежегодно в роддоме Святой Анны на свет появляются до тысячи малышей. Здесь же лечат сложные гинекологические заболевания. Больше двух тысяч гинекологических операций, больших и малых. Почти 700 полостных больших гинекологических операций. Надо не забывать о гинекологических больных, которые проходят у нас лечение. Медики решили отстаивать роддом, пришли с протестом к мэрии. Говорят, в результате, затеянные чиновниками реорганизации, останутся без работы, ведь в первом роддоме для них мест нет. уже официально они сказали 60 людей они не приймут на работу, их просто выгоняют на улицу. Общественных слушаний по поводу объединения двух родильных домов не было. Тем не менее, вопрос сегодня на повестке дня у городских депутатов. Никого не уволят. Всем медикам второго роддома найдется место. От объединения выиграют все. Пытаются заверить представители Горздрава и роддома номер один. Мы сможем сделать мощный перинатальный центр второго уровня оказания помощи, где будет создана палата даже отделение интенсивной терапии для женщин и новорожденных. Будут приезжать и женщины из приезжающих районов. Все отделения, которые у нас не было, а есть в другом поле, будут предназначены в этом новом закладе. Будет оперативный, консервативный Николай. Два часа горячих дебатов, окончательного решения нет. Депутаты решили отложить рассмотрение вопроса до следующей сессии. Елена Бринза, Владимир Кувакин, подробности телеканал Интер, Кропивницкий. Прокуроры нашли еще одного виновника обвала мусора на Грибовицком полигоне. Это чиновник Львовского городского совета. Кто именно и в чем его обвиняют, узнавала Галина Якушко. Куда только не возили львовский мусор. Черновцы, Киев, Волынская и Полтавская области. Довезли даже до Днепра и Сумской области. Искать полигон, куда можно сбрасывать отходы, местные власти начали после трагедии на Грибовицкой свалке. В мае там вспыхнул пожар. Во время тушения произошел обвал. Под горой мусора оказались трое спасателей и работник коммунальной службы. Все погибли. Тело последнего таки не нашли. После этого полигон закрыли. Виновниками сразу же назначили троих работников предприятия, которое обслуживало свалку. Чуть позже к их компании присоединился и начальник департамента ЖКХ Тюрик Голец. Прокуратура инкриминирует ему служебную халатность. За это чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Юрий Голец комментировать свое обвинение отказался. Вчера ему избирали меру пресечения, отпустили под личные обязательства, с работы не уволили, только отстранили от исполнения обязанностей. По этому делу возникли вопросы у прокуроров и к мэру. Андрей Садовый подчиненного выгораживает и себя не забывает. Я не вижу представ его сегодня усувати, а с точки зрения самой системы, которая сейчас работает, это пошук крайних. Я думаю, будут дальше идти. Мета очень простая, сделать крайним садового. В том, что в трагедии на полигоне виновен не только начальник департамента ЖКХ и руководство свалки, уверены и местные активисты. То, что касается смятя, то, что несет за собой незаконное сортирование, незаконное складывание, вывозе и так дальше, это группа людей, и это не маленький бизнес, это не маленькие деньги. Я уверена, что один пан из мэрии не решал. С момента обвала и закрытия полигона прошло полгода, а чиновники до сих пор так и не решили, что делать с львовским мусором. Землю под строительство перерабатывающего завода не нашли. Вначале хотели открыть его в Грибовичах, но местные жители чуть ли не через день выходили на акции протеста. Тогда решили прессовать мусор в Грибовичах в брикеты и укреплять ими завалы. Но люди опять выступили против. В результате в мэрии разработали третий проект, какой пока тайна. Точно такая же, как и местонахождение свалки, куда вывозят тонны отходов из Львова. Официальной информации мэрия не дает во избежание очередной волны недовольства местных жителей. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности Телеканал Интер-Львов. Их полторы тысячи детей, без сопровождения взрослых, которых сегодня наконец-то вывезли из лагеря в Кале. По этим кадрам вообще сложно понять, сколько лет подросткам и подростки ли они вообще. Точно можно сказать только одно это мигранты из Эритреи и Афганистана. Сегодня их развезли по приютам Франции, завершив таким образом эпопею знаменитых джунглей. Французские власти надеются, что участие в судьбе мигрантов примет и Великобритания. Полиция пришла и работники соцслужбы сказали нам отдать сумки и идти в автобус. Но мы не хотим в автобус, мы хотим в Англию. Только в Англию. Европа страдает не только от наплыва сирийских беженцев. Сюда массово возвращаются те, кто несколько лет назад ушел воевать за дело ИГИЛ. С чем столкнулся мирный бельгийский городок и как его власти справляются с джихадистами. София Гордиенко. О бельгийском городе рекордсмене по числу отправившихся в Сирию воинов Аллаха мы уже рассказывали. Это Вильворде. Тогда городской глава едва вступив в должность получил информацию. Три десятка жителей уехали на Ближний Восток. Он объявил ЧП и попросил полицию преследить за каждым, кто вернется. Может кто-то приедет с еще более радикальными идеями, организовывать группы поддержки для родителей, специальные центры по работе с подростками и регулярно встречаться с местными имамами. Он пытается доказать властям, что нынешняя система борьбы с джихадом не работает. Все, кто только начал собирать чемоданы в Сирию, государство расценивает как потенциальных преступников, надевая на них электронные браслеты и запрещая покидать город. Для мэра это не выход. Сегодня очень легко покинуть страну, увы, и ничего особенного не делается, чтобы изменить эту ситуацию. Предупреждения и профилактики бывает недостаточно. Верболка ведется через интернет и молодые люди попадают в поле зрения властей уже только после того, как они отпустили бороды и купили билеты в Сирию, либо же стали призывать к насилию здесь, на местах. София Гордиенко, Василий Трешковский, подробности, телеканал Интер, Бельгия, Брюссель. Борьба за Штаты в Америке в самом разгаре предварительное голосование, когда Трамп и Хилари борются не столько за победу в стране в целом, сколько на ключевых территориях. О первых результатах из США Дмитрий Анопченко. 8 ноября тут ждать вовсе не обязательно. 24,5 миллиона человек уже проголосовали. Причем половина из них как раз в тех самых ключевых штатах, которые способны дать победу в гонке, даже если в целом по стране ты проигрываешь. Масштабное исследование, проведенное накануне CNN, теперь дает полную картину. Где Хилари поддерживают, а где Трампа, цифры показывают, что разрыв зачастую минимален. Это Флорида, один из трех колеблющихся штатов, победа в двух из которых вот уже полвека означает победу и во всей гонке, как бы ни проголосовали остальные. Тут разница всего 8 тысяч голосов. Вот данные по Аризоне, штат Угора, Пустынь. Вроде бы и разница в 40 тысяч голосов, но этот штат традиционно консервативный, так что и в прошлом против Обамы голосовал. Только сейчас перевес не такой значительный, а значит, Клинтон удалось отхватить часть избирателей. Вот Огайо, один из самых густонаселенных, где, к слову, крупнейшая в Соединенных Штатах украинская диаспора. Разрыв между Трампом и Хилари меньше 5%, а впереди еще целая неделя и, собственно, сам день выборов. В итоге у республиканцев пока что лучше обстоят дела во Флориде, Айове, Северной Каролине и Огайо, у демократов в Колорадо и Аризоне. И борьба за отдельные штаты в этих условиях может оказаться куда важнее, чем борьба за Соединенные Штаты в целом. Что еще интересно? Этот опрос в СНН показал, группа поддержки Клинтон, темнокожие и латиноамериканцы сейчас активны как никогда. Когда к агитации за нее присоединились Барак и особенно Мишель Обама, показатели очень сильно подросли. Оба кандидата сейчас в поездках, оба обвиняют друг друга и дают обещания избирателям, мол, при мне все будет по-другому, но, произнося речи на митингах, все равно теперь они обязательно задумываются. А как их слова воспримут не там, где они агитируют сейчас, а в тех штатах, где победа им так нужна? Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Как успевать работать сразу в 20 местах, против чего бастуют родители испанских школьников и где находится джакузи смерти? Об этом и не только. Смотрите в нашем обзоре. Ученые США обнародовали результаты исследования подводного озера у берегов Нового Орлеана. В его воде в пять раз больше соли, чем в морской. Расположена называемая джакузи смерти на дне Мексиканского залива на глубине более тысячи метров. Его диаметр около 34 метров. Состоит озеро из двух слоев. Пузыри метана и сероводорода поднимаются со дна, уничтожая любое существо, попавшее туда. В основном это крабы и редкая рыба. На авиашоу в китайском городе Джухай представили самый крупный боевой беспилотник. Дрон CH5 способен находиться в воздухе до 130 часов. Радиус действия беспилотника 6,5 тысяч километров, а боевая нагрузка более 900 килограммов. Таким образом CH5 сможет взять на борт до 24 ракет класса земля-воздух. Управлять дроном будут с помощью спутника. Почти две недели в джунглях Малайзии провел австралийский турист. Питался папоротником и когда его обнаружили спасатели, был очень истощен. Эндрю Гескал заблудился в национальном парке Мул 25 октября. Спасатели днем и ночью тщательно прочесывали окрестности туристической базы и то, что австралийца удалось найти живым, называют настоящим чудом. В Испании против домашних заданий взбунтовались родители и призывают семьи по всему королевству отказаться от их выполнения по выходным на протяжении ноября. По мнению родителей, работа вне учебных заведений нарушает право детей на отдых, игры и культурную жизнь. В среднем в Испании ребенок тратит около 6,5 часов в неделю на подготовку домашних заданий. Самым трудолюбивым человеком в Великобритании стал 68-летний Билли Мюр житель отдаленного шетландского островка. Он трудится сразу на 20 работах основная на маяке. А еще Билли успевает подрабатывать в местном аэропорту в компании по уборке мусора пастухом на пастбище пожарником и туристическим гидом. Жена шутит что не помнит мужа сидящим сложа руки. Уходить на пенсию Билли пока не собирается. А с 84-летним чилийцем Раулем Муносом жена не разговаривала 4 часа. Все из-за его смелого поступка. Мужчина помог задержать вора в торговом центре. Когда увидел убегающего из ювелирного магазина злоумышленника не раздумывая попытался задержать его но при этом упал и сильно ударился о пол головой. Супруга героя посчитала его действия опрометчивыми и слишком рискованными для здоровья. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи на интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова